Особое мнение на 101FM Установили его коммунисты России к своему десятилетию, к десятилетию партии И выходные 26 числа открывали этот памятник, съехались коммунисты России со всей страны Надо сказать, что это был один из самых резонансных эфиров, в смысле откликов наших слушателей за последнее время Звонки раздавались в студию бесконечно, и люди высказывали разные абсолютно точки зрения Причем, надо сказать, что люди одного возраста высказывали разные точки зрения на эту историю И я хотела обсудить, конечно, этот вопрос с вами, и как с директором школы, и как с историком, и как с человеком Ну, прежде всего, самый простой вопрос, мы его и слушателям тоже задавали Как вы относитесь к тому, что появился Бюст Сталину в неотдаленном от Кирова районе Кировской области? У меня сложилось впечатление, что в нашей стране памятники ставят не потому, что были какие-то исторические реалии А потому, что сейчас вот именно такая политическая ситуация в настоящем время сложилась Поэтому, когда мы начинаем думать о том, каковы мотивы установки памятников Ну, как правило, памятники устанавливают, там преобладают краеведческие мотивы В данном случае краеведческого мотива нет Сталин такая фигура, что подробно его деятельность разбирается в учебниках и школьных, и вузовских Поэтому нет задачи и напомнить кому-то о Сталине, потому что и так эту историческую фигуру все знают Поэтому в данном случае, мне кажется, здесь чисто политические мотивы, политический пиар определенный И это как даже может быть определенный эпатаж, чтобы продемонстрировать Вот данная политическая сила, она хочет продемонстрировать в пику нынешней власти О том, что сейчас нет такого развития, каким было развитие в ту историческую эпоху К сожалению, нет сегодня привлекательного образа России будущего Что мы не знаем, куда мы идем, а в ту эпоху люди верили в светлый путь строительства социализма Вот таким образом они рассуждают, наверное, когда принимают подобные решения Только вот в данном случае, на мой взгляд, да, это вот моя уже личная позиция Мне кажется опасным и страшным, что в качестве эпохи, на которую кивают наши современники И упрекают нынешнюю власть о том, что не так все хорошо, как хотелось бы Они в качестве примера обращаются именно к сталинской эпохе К сталинской эпохе, ничего другого не находится И посмотрите даже по опросам социологов У нас чуть ли там не под 60-70% населения сегодня оценивают положительно ту эпоху В этом году мы с девятиклассниками прошли как раз 20-й век И в конце курса я их спросил по поводу, в том числе, сталинской эпохи Как они к ней относятся Ну, не скажу, что половина, но до половины, около трети У них сложился такой позитивный взгляд на сталинскую эпоху Но когда я спросил их, а кто из вас хотел бы жить в ту эпоху Ни один не сказал, что я хотел бы жить в сталинскую эпоху Поэтому, мне кажется, когда мы идеализируем ее Когда мы вспоминаем там известное высказывание о том, что Сталин принял Россию с деревянной сахой Оставил с атомным оружием Сегодня звучало это Или то, что там кто-то из политиков начала 20-го века говорил о том, что у нас в истории только были два великих государственных деятеля Петр I и Сталин, потому что оба сделали Россию державой Конечно, в нашей ментальности, вот у русских людей, вот эта великая державность, она присутствует всегда Многие ориентируются на нее Но мы уже люди 21-го века Мы должны все равно задумываться над тем, какая цена была заплачена за то, чтобы стать державой Все-таки Сталин и сталинская эпоха – это не только достижение индустриализации, не только победа в войне, не только восстановление промышленности после войны Это еще и беспощадная эксплуатация тех же пролетариев, тех же крестьян Это нищенские фактически условия существования Это угроза расправы Если ты не просто там даже какой-то политический противник, да, а просто не выполняешь или где-то там с трудовой дисциплиной у тебя прокол Ты оказываешься в колонии, оказываешься в лагерях и должен практически бесплатно работать там какое-то количество времени Поэтому это опасный прецедент, то, что мы обращаемся к Сталину как к примеру и говорим нынешней власти А давайте будем создавать нечто похожее на сталинскую эпоху Мне лично не хочется, чтобы так происходило Что касается памятников, еще вернемся к этому Посмотрите, какой интересный способ избрали коммунисты России для установки Они это сделали на частной территории, для того, чтобы не было общественных обсуждений Причем территория очень интересная, она в летнее время служит для проведения детского летнего отдыха, детских лагерей Правда, они тут говорят, собираются его перевезти на летнее время, но ведь не факт же И вот это, и, кстати говоря, другие коммунисты, которые в Кирове хотят поставить памятник Они тоже заявляют о том, что будет выкупать территорию, чтобы она была частная И устанавливать там частным порядком памятник Сталину Есть мнение, что памятники можно ставить разные Можно ставить где угодно и любым личностям Потому что все они в истории присутствовали Как вы к этому относитесь? Нет, я думаю, все-таки, если это общественное пространство То... Ну, люди все, конечно, разные Могут быть самые различные инициативы Но, мне кажется, в общественном пространстве На каких-то общедоступных улицах Площадях В общедоступных скверах Должны все-таки ставиться памятники Которые будут нести определенную нагрузку В том числе и воспитательную Общественная дискуссия должна быть все-таки в любом случае Должна быть... Да, должно учитываться все равно мнение людей Чтобы это не были какие-то одиозные фигуры Которые подавляющим большинством воспринимаются негативно Потому что установка этих памятников Она будет постоянно порождать какие-то общественные конфликты Все равно должно быть определенное согласие в обществе Что, да, вот эта фигура Она может быть абсолютно из разных эпох Нет, ну здесь, Витя, говорит, другая история Я все-таки уточню еще раз Другая история Они как раз и говорят Это наша частная территория Что хотим, то и ставим У нас была такая история с одним из местных олигархов Который не памятник, а колесо, помните, обозрение Хотел на театральной площади построить И он сказал Я плачу, я ставлю, где хочу Здесь то же самое Я плачу, плюс еще и за землю плачу И ставлю, что хочу И есть группа поддержки Которая говорит Да, пожалуйста, если частная территория Пожалуйста, ставьте Вот здесь-то нет противоречий у вас Ну я думаю, на частной территории Если он дома решил поставить память Купить бюст Сталина И поставить себе дома на стол Ради бога, это его право Может в огороде поставить Может на даче Но не допускать на общедоступных общественных пространствах Установку без дискуссий Возвращаясь к детям И возвращаясь к персоне Сталина В школах, например Вот у меня был случай Тоже на одном из мероприятий Которые были посвящены Великой Отечественной войне В одной из школ Куда я зашла Я видела объявление Что будет проводиться Какое-то мероприятие Я не помню, там линейка Или что-то такое Посвященный Великой Отечественной войне И там как раз был портрет Сталина На этой листовке Я была очень удивлена Этому Но тут Когда я позвонила В управление школой Мне сказали Ой, а мы даже не заметили Что там есть Сталин Ну, с одной стороны А с другой стороны Все-таки Он управлял страной Когда произошла Эта Великая Победа Насколько осторожно Нужно к этому Вот сейчас В наше время Вот сейчас В этом году В эти годы Которые мы живем Насколько осторожно Нужно к этой прессоне Относиться На ваш взгляд Учителям Ну, у нас процесс Десталинизации Был запущен Сразу после его смерти Да И Были даны Оценки В том числе И правившей тогда Коммунистической партией Определенный Ренессанс Там нео-сталинизма Он стал происходить Может быть В 80-е годы Но и то Фигура Сталина Она никогда Коммунистами Советского Союза Не выпячивалась Да, все признавали Он Все-таки Возглавлял Страну Несколько десятилетий Эту эпоху Нельзя Конечно Оценить Только отрицательно Да, или Или там Только положительно Это очень Такая Эпоха Неоднозначная Но в наше время Вот Буквально Какое-то поклонение Сталину стало Возникать Что Ненормально Потому что Все-таки У нас Миллионы людей Пострадавшие Вот в ту эпоху И мне кажется Что Вот в истории Нам не повезло В том плане Что Не было Не было у нас Переда Когда была дана Оценка Не только Политическим Репрессиям Вот тем Масштабным Но и Участию В этих Политических Репрессиях Значительного Количества Людей То есть До сих пор Многие архивы Закрыты Те которые были Может быть Открыты Там Эту тему Старались Не афишировать Но ведь были Конкретные Исполнители Конкретные Палачи На отдельных Территориях И эти фигуры Они остались В истории Как бы Да Мой вопрос Был про другое Игорь Нам сейчас Нужно будет Прерваться На 30 секунд Был вопрос Про что Насколько Можно отключать Учителю Критическое мышление Когда идет Вот как вы сказали Сейчас Когда идет Эпоха Там реабилитации Кого бы то ни было Да Или поклонение Кому то ни было Потому что 70 процентов Россиян Которые приветствуют Да Политику Которую Проводил Иосиф Виссарионович В свое время В нашей стране И это Такой серьезный Тренд И вот в этот момент Учителю Каким нужно быть Будет вопрос Последний По этой теме Но мы Попрошу вас Ответить После короткого Перерыва Особое мнение На 101FM Да Это программа Особое мнение Микрофон работает Светлана Занько Свое особое мнение Высказывает Игорь Улин Директор Средней школы Вахрушах Мы заканчиваем Разговор Об установке Памятник о Сталину В Зуевском районе И мой вопрос До перерыва Звучал следующим образом В то время Как вот сейчас Когда идет Такой сильный тренд Практически Преклонение Перед какой-то Исторической фигурой Насколько Критическое мышление Учителя Должно Включаться Для того Чтобы Взвешенную информацию Доносить До детей Ну вот В данном случае Конечно Подобные Исторические фигуры Нужно Выносить На Вот Человеческий суд В данном случае Ученический суд И одна из задач Предмета истории Вообще Истории как таковой Это то Чтобы современное поколение Оглядываясь назад Оценивали Что происходило Какие были плюсы Какие минусы А учебники истории Современные Позволяют это сделать? Учебники позволяют Может быть Меньше позволяет Необходимость Готовить учеников К единому государственному Экзамену И натаскивать На правильные ответы И меньше времени Остается именно На диспуты На дискуссии Это минус Нынешней Но задачи учителя Но они остаются Остаются и стандарты Их декларируют Такие задачи Научить ребенка Критически мыслить И оценивать Переходим К Екатеринбургу Ситуация Вокруг сквера В котором хотели Построить храм Местные власти И олигархи Она развивается И вот последние новости Которые я вижу Это новости О встрече президента Российской Федерации Владимира Путина С патриархом Кириллом Где обсуждалась ситуация Вокруг строительства храма В Екатеринбурге Об этом Дмитрий Песков Сегодня на брифинге Рассказал Он конечно не пояснил О чем там конкретно говорили Но посмотрите Как прослеживается Изменение Реакции высших властей На эту ситуацию Сначала И Песков Говорил о том Что это Ведомстве Муниципальных властей И региональных Может быть Путин здесь Ни при чем А сейчас Эта уже история Вышла На уровень Двух высших Церкви И государства О чем это нам говорит Я не поверю Что Перед тем Как Прозвучала Фраза Путина О том Что нужно бы Провести опрос На столе У него не оказались Расклады Потому что У нас Мне кажется Довольно много Структур И Кроме Обычных Социологических Служб Типа Левада Центра Которые занимаются Оценкой общественного мнения И в данном случае Власть была Убеждена Что Продавливание Вот этого решения Силового Которого Она вполне Могла реализовать И мы Многократно Наблюдали Подобные ситуации Это продавливание Привело бы К большему количеству Минусов Для нее Чем Вот Подобный выход Из ситуации Постараться Поговорить с людьми И выяснить их мнение Хотя мнение Это уже было Тогда очевидно И потом Подтвердили Опросы О том Что Три четверти Населения Екатеринбурга Они выступают Против Застройки Сквера Сквера Поэтому Это Был такой Красивый ход Для того Чтобы Ну Каким-то образом Отступить И дать местной власти Сохранить лицо Что и Произошло Еще один Вот интересный Вывод Мне кажется Отсюда вытекает Это То Что современное Общество Оно все-таки Не принимает Ту идеологию Которую Ну пусть может быть Не так Ярко Но Настойчиво Потихонечку В последние годы Навязывали Это определенное Возрождение Теории Графа Уварова Самодержавие Православие Народность Где вместо Самодержавия Только сильный президент Сильная власть президента Вот православие Народность Как вот этот Союз Руководителя Страны Церкви И народа Единый Нерушимый Вот этот Союз Насаждался В действительности То что Вот подобные Идеологии И подобные Точки зрения Насаждаются Не то чтобы Силой А так С использованием Административного Ресурса Приводит К тому Что Люди В публичном Пространстве Высказывают Одни взгляды Имеют Как бы Одни убеждения А в действительности У них Этих убеждений Нет Как произошло Например В ситуации Распада Советского Союза Когда у нас Было 19 миллионов Коммунистов И когда Были приняты Беловежские Соглашения Прочти Никто из них Не вышел Защищать Советский Союз И то же самое Мы видим Сегодня Да Что у нас Может быть Позиционируют Себя Православными Государственниками Там 70-80 Процентов Населения Но В данном Случае Мы видим Совершенно Обратную Ситуацию Вот В реальной Конкретной Ситуации Они Очень легко Отказались Вот от Этого Насаждения И Они Мыслят Совершенно По-другому Они считают Что здесь Должен быть Сквер И это Гораздо Полезнее Для города Для общества Чем Храм на его месте Эта ситуация Показывает ли нам Что меняется Каким-то образом Гражданское общество Российской Федерации Что люди стали Более активны Более осознанно Воспринимать То что происходит Вокруг И отставить Свою позицию Или нет Это частный случай Я думаю Что меняется Люди Начинают Не сказать Что этого Никогда не было Я помню Во второй половине Восьмидесятых Годов В начале Девяностых Годов У нас Было Очень активное Гражданское Общество И люди Верили В то Что Если они Будут Принимать Активное Участие В тех Или Инициативах Это Пойдет На пользу И стране Это В конечном Итоге Улучшит Их Жизнь Затем Со временем Наступила Такая апатия Что Вообще Что бы ты ни делал Что бы ты ни говорил Ни к чему Это не приводит Но ситуация Только усугублялась И она Дошла До какого-то До какой-то черты Когда люди Стали понимать Что если Мы по-прежнему Продолжим Занимать позицию Моя хата с краю Если мы будем Только наблюдателями То Ни к чему хорошему Мы не придем Все хуже И хуже Становится И вот они В Екатеринбурге Я думаю Таких Мы можем вспомнить Сегодня И привести Примеры Очень ярких Выступлений В Архангельской области По поводу Строительства Шиеса И в других Уже регионах И именно на местах То что От людей Где уже люди Непосредственно Соприкасаются Это даже не То как будет Развиваться страна В чем мы можем Не зная Все информации Можем там Заблуждаться И не понимать Как действует Высшее руководство Но здесь За нашими окнами Да Там Рядом с нами Может появиться Вот то-то Произойти вот то-то Мы должны Каким-то образом На это отреагировать И люди начинают Реагировать И это Несмотря на конфликтность Этой ситуации В данном случае Это конфликт Конфликтность Она безусловно Положительная И играет на развитие Нашей страны Это Очень хороший момент Он меня кстати Очень радует Что это происходит Это Игорь Олин Директор средней школы В Ахрушах Это его особое мнение Мы сегодня слушаем Ну вот кстати говоря У нас ведь тоже Очень серьезная тема Такая назревает Это тема Мородыкова Или мородыковский Как надо говорить Да В народе уже ходит Мородыкова Эта тема всплыла В начале мая Когда было опубликовано Распоряжение О том что Мородыкова Будет продолжена Работа А это будет построен Новый Какой-то перерабатывающий Видимо комплекс Химических отходов Первого и второго Класса опасности Это самые опасные Химические отходы И надо сказать Что несмотря на Майские праздники Уже какие-то Первые действия Были проведены Ну во-первых В СМИ стали появляться Публикации Во-вторых Комиссия по экологии Общественной палаты Тут же собралась И в своей резолюции Три пункта Изложила Я надеюсь Что они уже есть В правительстве Это будет понятно В среду На клубе вечерний Который мы еще Тоже поговорим Комиссия общественной Палаты по экологии Следующая заявила Что правительству Росатому Нужно дать полную Информацию по проекту Актуальную на данный момент Разослать во все СМИ Муниципалитет Конкретно Который задействован Пригласить в Киров Представителей Росатома И провести круглые столы Со специалистами местными Со специалистами местными И общественностью И третье Сформировать Постоянную действующую комиссию Из местных специалистов Общественников Чиновников Именно местных Которая бы действовала С этого момента И на всем протяжении Деятельности Нового объекта Эта тема Как вы думаете Резонанс Вызовет В обществе Насколько люди Активно туда включатся И вам самому Насколько она кажется Проблемной Опасной Может быть Значимой Для вас лично Как жителей региона Ну конечно Она вызовет Резонанс Это безусловно И у многих людей Появится вопрос Почему опять Мы Почему А он уже появился Почему опять мы Сейчас прервемся На полторы минуты У нас реклама Это хороший вопрос Он уже появился Особое мнение На 101FM Почему опять мы Последней фразой Последняя фраза была Перед перерывом У Игоря Олина Директора Средней школы В Ахрушах В отношениях Проекта Мородыкова Продолжение работы Объекта Мородыкова Который будет Активно обсуждаться В среду На клубе вечерний Там свободный доступ Сразу могу сказать Анонсы уже В соцсетях Идут Почему опять мы Почему опять мы Принимаем отходы Первого и второго Класса опасности Химические отходы Для переработки У вас тоже возник Этот вопрос Первым Ну конечно Если всего Четыре региона То почему Именно Кировская область Ну я понимаю Наверное Руководствовались тем Что там уже Все равно Все равно Утилизация Таких опасных Отходов Несмотря на все Высокие технологии Которые Может быть Существуют Или будут Еще созданы Они будут Нести Определенную Угрозу В каких-то Чрезвычайных Ситуациях Все равно Их Везут Откуда-то Могут быть Аварии На железнодорожном Транспорте На автомобильном Транспорте Их привезли Они где-то Складированы Могут случиться Не знаю Пожары Ну все Что угодно Это все равно Уже Место Повышенной Опасности И люди Которые живут Вокруг Они первыми Пострадают Поэтому По этой причине Может не устраивать А где Если не мы Где-то же Их нужно Утилизировать Будет Тоже вопрос Ну да Вот Тут мы подходим Ко второму вопросу Что Одно дело Когда создаются Подобные объекты В небольшом количестве Регионов И получается Что регион Он в данном случае Выполняет работу За всю страну Он вручает Как бы всю страну Мне кажется Что нужно Вести разговор О том Что Не только Вкладывать средства Что само собой Разумеется В сами вот эти Мощности Производственные Да По Утилизации Этих Отходов Но и в развитие Непосредственно И того района Где это происходит И непосредственно В развитии Самого региона Я не знаю Где-то там Я прочитал Цифру В 5 миллиардов Называют Что инвестиции Будут в 5 миллиардов На строительство Вот этих заводов В 5 миллиардов рублей Но если мы сегодня Слышим по телевидению Что у нас арестован Полковник ФСБ У которого В 3 комнатах Найдено 12 миллиардов То мы понимаем Что эта сумма 5 миллиардов Для того Чтобы Утилизировать Со всей страны Эти отходы Не такая большая Дайте хотя бы Эти 12 миллиардов Ну и вопрос Кстати говоря Вот эти 5 миллиардов Не очень понятно Это только Строительство Объекта И правда Пока что Ничего не сказано А что будет вкладываться В сам регион И будет ли Ведь это в общем Объект Который принадлежит Не региону Это объект Который принадлежит Росрау И мы до сих пор Не знаем А участвуют ли вообще Регионы в обсуждении Этого вопроса Имеют ли право Мы имеем право Как вы считаете Мы имеем право Вот С точки зрения Здравомыслящего человека Здесь нужно Искать компромисс Нужно Убедить людей За эти годы Что Все что будет построено Будет Относительно безопасно То есть сделано По последнему слову Техники и технологии А во вторых Все равно Посулить пряник И реализовать его Потому что Кировская область Все таки Регион Который требует Серьезных вложений Дотационный регион Прямо скажем Мы до сих пор Ну Как то Все равно Надо идти навстречу Если регион Решат подобные вопросы Надо все равно Его развивать Я просто Приведу аналогию Вот когда У нас Спорный этот момент До сих пор С полигоном ТБО В Осенцах Когда Создали полигон Для Региона То первоначально Когда он обсуждался Вопрос на районных думах Я тогда был депутатом Районной думы Его привязывали К решению Ряда социальных проблем Например Привязывали к тому Что там давным-давно Неисправные очистные И поэтому Когда едешь в Слободское Через Вахруши Любой кто проезжает Там на машине Или на автобусе Он чувствует Этот неприятный запах Который идет Вот с этих Очистных Шла речь О 110 миллионах На тот момент Вот если мне правильно Запомнилась эта цифра 110 миллионов рублей Которые будут вложены В реализацию проекта По строительству новых очистных И что? Шел Поднимался вопрос о том Что Ну вот Вахруши Они все-таки Достаточно большой поселок Школа работает в две смены Там практически 300 человек Да вот Во вторую смену учатся И решался вопрос о том Что вот Создали проект Заплатили полтора миллиона Сделали проект Он прошел государственную экспертизу По строительству пристроек В школе Но ни то Ни другое Ни что прочее Не реализовано Да И когда сегодня Происходит вот эта конфликтная ситуация Между инициативной группой жителей И властями Одни не принимают Другие продавливают То даже нет вот момента Для переговоров о том Что ну Мы делаем вашу жизнь Все равно лучше Делают только хуже Да То есть построили Вот эту свалку полигон Ситуация ухудшилась Но ничего взамен лучшего Не предложили И точно так же Может у нас получится С нашим полигоном Да мы принимаем С морадыков С морадыков Да Вот Отходы со всей страны Но при этом Цветет Благоухает Великолепием роскошь И у нас Москва Недавно вы там были Отметили Или какие-то крупные города Отметили А Кировская область Как прозябала Так и будет прозябать Да еще Хоронить эти отходы Это несправедливо Да Еще раз напомню Что в среду В дискуссионном клубе Вечерний Пройдет Открытая дискуссия По морадыкову Там примут участие Губернатор Кировской области Игорь Васильев Это была его инициатива Начать уже Такие активные обсуждения С людьми И там будут Представители Насколько я знаю Росатома Я надеюсь Что они будут Откликнулись Как раз на общественную палату На их призыв Приехать И проводить Консультации Круглые столы Там будут Различные ведомства И я надеюсь Что придут И кировчане Которые Этим вопросом Заинтересованы Ну а что касается Школы Кстати говоря Вот мы часто Говорим о Вахрушевской школе И часто говорим Какие необходимые Изменения И часто говорим Вообще Что школы наши Требуют И модернизации И действующей Школы В том числе Но я бы хотела Сейчас О другом поговорить О своем опыте Поездки В Финляндии В округ Олу Конкретно В город Подос-Ярвис Сколько я человек Сколько населения В Вахрушах Кстати живет Тоже около 10 тысяч 10 тысяч Это как Подос-Ярвис Куда мы ездили Организована была Поездка Компании Хольцхаус Которая у нас Передавая По деревянному строению В Посегово Что я сейчас делаю Я сейчас просто Игорю Передаю компьютер Возьмите мышку Игорь И можно полистать Фотографии Проекта Вот этой школы Которую в Посегово Планируется Построить Она не будет Такой Как в Подос-Ярвис Потому что там Конкретно Использовано Только дерево Даже без всяких Изоляционных Химических Материалов В современных А именно Дерево 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 И у нас Первая школа С применением дерева Может быть построена Вот сейчас Когда вы смотрите Первые иллюстрации К проекту В школе Школы В Посегово Какие у вас ощущения Возникают? Ну выглядит все Очень красиво Я просто представляю В целом Как у нас сейчас Выглядят школы Построены в основном В 60-е годы В 70-е Последние Вот в 90-е Но я не беру Вот самые-самые Современные школы Которые уже Строятся в наше время Их совсем немного Особенно в сельской Местности Да вот Эти старинные школы Или в поселках Конечно страшное зрелище В основном они собой Представляют Очень мрачные Такие здания И внешне И внутри Там все Требуют уже Совершенно Других подходов А это уже Современное здание Которое будет Приятно Посетить Да полистайте Полистайте Просто приятно Куда детям приятно прийти Это же немаловажно Чтобы им хотелось Прийти В здание Потому что оно красиво Потому что там Красивые комнаты Красивые Вот актовый зал Спортивный зал Замечательный Кабинеты Вот таким вот образом Оформлены По современному А вас не смущает Что из дерева? Ну если Решены Технологические Проблемы Пожарной безопасности То не смущает Потому что современные технологии Если они позволяют Все-таки Сделать так Что Они по своим Характеристикам Не будут уступать Бетонным зданиям Кирпичным зданиям То Мне кажется Что Наоборот С точки зрения Экологии С точки зрения Здоровья Сбережения Они Лучше А как вы думаете Вот у нас начали строить Уже деревянные фапы В прошлом году Тоже ведь не ожидалось Что за год будет Там один установлен Второй фап построен Кировская область Если начнет строить Такие современные школы С использованием дерева Местного материала Это вообще может быть Каким-то прорывным Для нас моментом Или нет Это просто будет решать Ну вот задачи Насущные сейчас Просто по строительству школы Если бы это произошло Если бы мы могли Например В год Не одну школу пускать А 10, 15 20 школ Таких деревянных Это был бы Безусловно прорывный момент Это можно было бы Гордиться на всю Россию И у нас Очень хорошая система Образования По содержанию Она создана За многие годы Была И у нас хороший Очень педагоги Педагический состав Хорошие результаты Если внешне еще Привести все в норму То Это был бы действительно Прорывной момент Но улыбается сейчас Игорь Олин Глядя на эти фотографии Хочется такую школу В Вахрушах Ну конечно Было бы неплохо Было бы неплохо Ну или нашу каменную Привести в порядок Тоже там Может быть меньше Уже это Да И уже это было бы хорошо Но я только от себя добавлю Что финны Они озаботились Строительством школ Не потому что у них Мест не хватало А потому что Были проблемы такие же Как у нас Демография И заболеваемость Так вот за три года Функционирования этой школы Заболеваемость детей На 50% снизилась По всем категориям заболеваний Ну мы не говорим сейчас О генетических каких-то вещах И так далее На 50% И сейчас там строятся Детские сады Дома престарелых И больницы И больницы И с деревом Вот такая интересная история И тут еще один момент Нам нужно будет тогда Отказаться все-таки От этой тенденции Строительства огромных Образовательных комплексов На тысячи детей Потому что для детей Вот именно дошкольного И школьного возраста Это неуютно Надо все равно Идти к тому Чтобы школы были Ну наполняемостью Может быть 300-400-500 человек Вот как в Пудес-Ярве Вот как эта школа Которой мы были в Финляндии Где дети заходят В прихожей оставляют обувь И в носочках Целый день по школе К домашней обстановке Чтобы было приближено Все Да, совершенно верно Спасибо Это было особое мнение Игоря Олина Директора средней школы В Ахрушах Вела сегодня программу Светлана Заньков Всем хорошего дня Особое мнение На 101FM